Надежда Вялых победительница многих областных соревнований. Ей 81. Игрок опытный. Шахматами влечена практически всю свою сознательную жизнь. С шестого класса меня научил квартирант мальчик. Ну и вот так я любила. То в школе играла, потом на заводе. Против меня всегда сражаются до последнего и ходят быстро. А я вынуждена смотреть на позицию. А они уже куда вывезет, лишь бы время у меня упало. Анатолий Чуев родом из Абаяни. Участвует в областных соревнованиях впервые. Раньше мужчина играл только в товарищеских матчах или с сыном дома. Первый тур дался нелегко. Старую индийскую защиту я применил. Начинал Е2-Е4, потом развивал старую индийскую защиту. Ну соперник был довольно опытный и он меня быстренько обыграл. Соревнования проходили по швейцарской системе в пять туров. Победители выбирали среди мужчин и женщин. Самый опытный на турнире, конечно, судья. С точки зрения судейства у меня с 95-го года деспубликанская категория. Ну и до этого, естественно, чтобы ее получить. До этого надо было судить определенный срок. Как в шутку говорят, в двух тысячелетиях судил. Шахматы – это зарядка для мозгов. Но не забывают люди серебряного возраста и о физических упражнениях. У нас впереди, кроме этих соревнований, соревнования по стрельбе и дартсу, соревнования по плаванию, соревнования по теннису, соревнования по компьютерному многоборью. То есть, очень большое количество соревнований. И в том числе, как завершение, будет областная спартакиада. Областная спартакиада состоится уже в июле. Организаторы отмечают. Их главная цель – привлечь как можно больше участников. Ведь для многих на пенсии жизнь только начинается. Появляется свободное время для себя. И важно провести его с пользой. Мария Колозова, Антон Латышев. События дня.